всем привет вы на канале крым глазами местные привет дорогие друзья с вами юлия и слава и сегодня мы с вами отправляемся в прекрасное путешествие национальный парк крымский национальный парк крымский так вот красиво звучит да это что иногда путается всегда путается причем вот как-то вот всегда вспоминаешь как же он про называется начало маршрута от кордона грушевая поляна заезжаем национальный парк крымский и скоро будет золотая осень может мы сюда и золотую осень приедем обязательно потому что леса буковые они становятся просто золотыми очень красивое зрелище у нас в прошлом году для дона вконтакте был ролик как раз таки в этом месте мы показывали прекрасную красивейшую бархатистую такую золотую осень многим очень 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 понравилось значит что здесь открыты нет несколько разных видов маршрута да то есть пешеходный маршрут пешком на красный камень это вот с кордона грушевая поляна откуда мы стартанули сейчас через ущелье ущ-кошь и на красный камень там где музей партизанской славы это стоит 300 рублей с человека также есть автомобильный маршрут как раз таки до музея партизанской славы 800 рублей человек сегодня постараемся показать то что вы еще не видели по крайней мере на нашем канале точно я не видела чтобы на ютубе показывали хороший такой обзор именно альпийской вот этой деревне домиков а мы покажем если они не заняты там вообще пробиться по моему нереально ну а также детям до 6 лет бесплатно от 6 до 12 лет там идет скидка чем примечательный маршрут с этой стороны здесь конечно же южнобережный сосновый лес хвойный не только тот сосны но в основном сосны дальше уже ближе к лужке будет конечно преобладать лиственной камила избушечка смотри для хоббита водопровода славик так быстро поехал что мы приехали мимо фонтанчик а вот этого родника счастье в начале было как зарядил от и видела конечно с правой стороны было сказать остановись ты же поехал бы я не успеваю слова сказать еще сам так хочет на дубраву попасть скорее а то же выехать до 6 не успеешь я просто думал что первая остановка у нас будет смотровая на очкош но даже иногда и по сторонам тоже смотреть как бы может где-то что-то еще интересное есть ну что там родник нашелом смотреть он интересный старинный блин уже показывает 20 градусов вячеслав а мы еще даже наверх не выехали затем это футболочках шортиках учета не взяли сегодня вот как всегда знаете сапожники без сапог всегда говорим идете в горы захватите ветровочку какую-то тем более все таки уже сентябрь и немножечко прохлада как бы должно наступать тем более в горы вы поднимаетесь добрали взяли поехали и без вроде лето было только вчера еще не успели просто осознать вдоль дороги информационные стенды кто здесь живет в лесу например барсуки я не знала что у нас барсуки и понятное дело там олени косули кабанчики это все-то как бы привычно сип летает белоголовый срезы определить возраст дерева первая остановочка наша это ущелье учкож куда со стороны и блок со стороны крымского национального парка да то есть со стороны ялтинского горно-лесного заповедника сейчас кстати вход запрещен потому что пожароопасный период природа никого не звуки машин не голоса никакие только я юляшка и ущелье трех гор учкож кстати это считается самым длинным ущельем на южном берегу крыма длина составляет пять с половиной километров так красиво начинают уже рыжать некоторые смотри деревья на лиственные на фоне зеленых сосен выглядит так живописно очень красиво здесь табличка с очень большим и злым кабану которые были завезены в пятьдесят седьмом году он прям как медведь какой-то страшный хряк как в черепашках ниндзя вот этот вот в общем давай не поедем в парк уже зрителям поехали обратно стремно кстати везде вот есть сено кормушки для кормушки для оленей везде и сколько мы здесь не ездили бы оно всегда заполнено красиво тут вообще только что остановились там где лунный камень остановка чуть-чуть вниз прошелся и две такие жирненькие косули но успел только фотку сделать в телеграм канале опубликуем прям хорошая фотка удачная получилась крупным планом решили проскочить кордон красный камень как раз ялта сейчас вся в дымке на обратном пути заедем может будет получше вид сейчас находимся на никитском перевале это высшая точка дороги 1448 метров над уровнем моря плато да мы уже на плато ну и как показывает вот вид вдаль с беседки ветров сегодня тоже как бы не шибко будет все видно ну вообще как бы облака идут может быть будет видно может быть не будет а может будут какие-то эпичные кадры кстати скоро начинается сезон низких облаков когда вы поднимаетесь куда-нибудь на плато а внизу одеялко мы как-то были на шанкая наверх забирали самой и такую картину на ее быка наблюдали я не знаю видео посмотрела почему-то очень мало людей но такое классное оставлю в описании посмотрите его тоже какая красота смотрите облака плывут такой эпичный кадр и правда прохладно уже 18 градусов прям мне не очень уже нравится совсем другой ландшафт уже да нежели мы с вами поднимались уже низкорослые такие сосенки потому что здесь все-таки ветра плато ой как холодно закрывайте скорее окно все я из машины выходить не буду красивая дорога море сегодня тоже неспокойное возможно даже в ялте и штормит очень интересно посмотреть что же будет на беседке ветров сейчас надо ждать дыды 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 то что будет холодно это понятно ну как холодно прохладно скажет июля 18 градусов это жара у меня есть старая куртка в багажнике я тебе дам не переживай класс пуховик главное здоровье а не красота да дорога местами конечно немножечко под убитая здесь корни поднимают деревьев дорога с царских времен вот это именно то что же есть отрезок и нового участка полотна обновленного я не знаю нет может когда-то чуть досыпали немножко видишь там ямочные что-то делали но вообще эту дорогу строили для царя чтобы на охоту приезжал поэтому и вообще возник здесь почему заповедник изначально тут охотничьи угодья были царские а потом делали заповедник а потом когда хрущев был тоже сделали охотничьи всякие хозяйства они сюда приезжали охотились отдыхали здесь как раз таки мы сегодня заедем на правительственную дачу по моему номер 12 Дубрава там любил отдыхать Хрущев потом Брежнев потом это место ну там рядом домики есть Дубрава 1 Дубрава 2 на одной из них маленький домик где отдыхали правители наши а другой другое место это такая как альпийская деревушка там иностранные гости отдыхали потом отдали Артеку вроде как у них там их база была а теперь там может отдохнуть каждый за денежку понятное дело о смотри озеро прудик чтобы могли пойти попить кабаны дикие местные жители а что тут дикие свиньи водятся которые разбрасывают мусор нет там была всякая кабаны и дикие свиньи а это разный вид да да кабаны , дикие свиньи было написано мы уже сейчас скоро подъедем на беседку ветров со стороны Ялты она находится близко километров 16 наверное может 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 20 уже стоят ой класс так погоди нам не сюда вон беседка вон беседка мы уже проехали точно и и и чуть не про проехали беседка ветров ага засмотреть дыды 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 нормально да все посетители есть одна машинка да это по моему работники да 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 испортят кадры а а а жалко кого машин да так побережье я так понимаю нам сегодня не видать очень жаль и и так беседка ветров сейчас она в аварийном состоянии запрещающая табличка нас конечно это не остановит но имейте ввиду если что нить упадет на голову администрация не виновата и вот такой вид отсюда сегодня открывается все в дынке все в дынке ветер не сильный красота еляшка как всегда на обрыве подходит 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 туда а в и в в багажник осень близится зима сейчас можно щегонять в ней мы просто затупили что перед летом начали продавать там совсем немного чтобы не затупили просто вопрос пошила это чисто технические моменты мы давно это дело продумали друзья мои желаю всем приобрести другую классную кофточку потому что она реально спасительная сегодня для меня оказалось очень быстро посмотрите как эти восходящие да такие облака летят просто с невероятной скоростью и сейчас через буквально пару минут она может рассасаться совсем мы уже в принципе и рассасывается кстати юля тут сотрудником пообщался он горит на полчаса раньше вы приехали здесь говорит стадо где-то 40 головка соль по слизь прям здесь опять нам не повезло ничего будем искать что называется с перламутровыми пуговицами друзья толстого все меньше и меньше куда привет передавать привет в хабаровске в ялку мы приехали из хабаровска дальний восток в ялку четыре года назад кто смотрит крым глаза вместе всем привет из хабаровска встретились на беседке ветров вообще-то случайно и поскольку мы хоть и дальневосточники но подзамерзли наверху этой горы реально попрохладнее классный такую толстого вынужден бизнес открываем на беседке вот вам хорошего отдыха и спасибо за его взаимно и за покупку я закину мерч в машину разных размеров штуки по три кто будет нас встречать с хорошей скидки с хорошей скидкой прям с багажника отдадим как в принципе виктору который вот только что у нас взял мерч ему очень понравилось мы здесь один раз были на вот этой вот штукенции такой не не мыс выпирающий так там меня видно хорошо чуть-чуть подровняю горизонт вот баба 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 ой как хорошо ветра практически нет а у меня здесь есть ветер капец что как растут хорооо красота у по Славик, Славик, не ходи, хватит. Блин, мяч. Так, посмотрите, что тут будет. Ха-ха-ха. Клево. Сточкую я больше. Ха-ха-ха. Да я сто раз так делал. Убирай камеру и садись спокойно. Мне кажется, класснейший кадр, просто супер-пуперский. Вы посмотрите, какой эпик. Мне очень нравится. Все теперь в молоке внизу. И на фоне этого всего Вячеслав танцует. На краю скалы. Ай-яй-яй. Нет, Вячес, так не надо делать. Мы все переживаем за тебя. Замечательное место. Просто класс. Но опасное. Здесь под наклоном идет скот. В ту сторону как-то опасненько. Назад уже нормально. Никому не рекомендую повторять. То не до бог кто-то сорвется, скажут, вот показали крымозами местных. Смотрите, из-за вас теперь несчастный случай. Нет, у всех своя голова на плечах. У всех своя голова на плечах. А, тебя слышно. Ха-ха-ха. Да, беседку уже затянуло совсем. На обратном пути, может, еще поснимаем прикольные виды. Ну, а сейчас спускаемся вниз к началу тропы на Учкош. Ой, Учкош. Романкош. Хе-хе. Вниз спускаемся? Ну, сейчас мы вниз спускаемся. Вот смотри. Ну, а так там это не вниз, это вообще вверх получится. Тропа вверх. Тропа на Романкош, да. Ну, вот уже и лиственные деревья. До беседки ветров хвойный лес. Сейчас после в сторону Алушты лиственная уже идет. Дубы, грабы. Булки. Булки. Уникальная возможность посмотреть на другую сторону. Да, за горами, которые находятся над Гурзуфом, Портонитом. Вот такая горная местность. Там уже видны Бахчисарайские горы. Их ни с чем не спутать. Типа Мангуб-Калия. Вон они вдалеке. Так, едешь с этой стороны, удивляйся, какие высокие горы и в эту сторону спускаются. А вот этот хребет какой интересный. Интересно, как называется. Похоже, что-то на тарактаж прям. Там еще и водохранилище видно. То есть, я думаю, это Счастливинское там водохранилище или как? Наверное, да. Далеке было. Да, да. Да. То есть, это где-то многоречие вот там вот где-то за этими хребтами. Угу. Угу. Да. Так, подъем на Романкош. Я смотрю, здесь пять машин припаркованы, значит, люди пошли подниматься. Ну, если честно, у нас, ну, нет желания подниматься на Романкош. Хоть мы там ни разу и не были, когда-нибудь обязательно поднимемся. Ну, видов там практически нет. Ну, сегодня не та погода, как мне кажется. Еще и погода, да. Да. Будет что-то закрыто, а там моря не видать, то есть, в принципе, зачем. Поедем в другое. Для галочки, типа, покорил. Ну, да. И все. 1545 метров над уровнем моря. Мы хотим на Дубраву. Да. Дубрава-1, Дубрава-2. Едем туда. Вот туда прям интересно и вам показать. Друзья, представляете, здесь источник реки Кача. Да, это которая идет через Севастополь, вытекает в Любимовке. Представляете, где берет свое начало. Да. Вот здесь. Совсем тут что-то немного воды сейчас. Подъехали мы к развилке. Здесь указатели. Значит, нам налево зона отдыха Дубрава-1 километр. И правительственная дача Дубрава-2 километра. От беседки ветров сюда к этой развилке 12 километров мы проехали. Да, это перевал Чучель называется. Гора Романкош это самая наивысшая точка в Крыму. 1545 метров. В то время как Айпетри у нас 1234 метров. А вот чуть ниже Романкоши Демир Капут 1540 метров над уровнем моря. Кемаль-Эгерек 1529 метров. То есть вот уже три горы, которые Айпетри сказали. Малыш! Да, почему-то на слуху именно Айпетри она такая более раскрученная. Все думают, что это прям пик в Крыму. Нет. Романкош. Или Орманкош еще называется по-правильному. Так, там машина едет. Мы разъедемся вообще? Да, он пропускает. Первый встречный автомобиль. Дорога по качеству как и Айпетри в принципе, да? Спасибо, спасибо. Не мог тебе моргнуть. Ой, как здесь хорошо видно горы. Посмотрите, все зеленое пока. Осенью все будет желтое. Да. А потом голое и заснеженное. Да, здесь зимой конечно же всегда есть смех. Вот та вот вершина это Романкош. Она сейчас в облачке. Да, что-то хорошо Романкош видно прям. Здесь дальше идет отличная дорога. В принципе такая же отличная дорога, как и если заезжает Салуште. Смотрите, что сейчас там заезд закрыт. Да, вот именно Салуште. О, там дорога классная. Смотрите, а вот и домики. Я здесь первый раз. Прям так интересно посмотреть. Да, прям такая эльпийская деревня. Это турбаза Дубрава. Сейчас погуляем здесь. Ворота. Нам надо сказать пароль. Да, вот ворота. Уже идут оставить машину. Может прям. Итак, мы на территории. Здесь отдыхающий оставляет машину. И выбирают себе домик. О, сейчас мы попросим зайти в домик, чтобы администрацию не искать. Да. А вы сюда заселились? Да. Сколько стоит? 15. 15? На сутки? Да. А можно зайти посмотреть? Да. Само-само это вещи. Ну, так и чего. Мы же не рекламу снимаем. Интересно глянуть. Так, что тут интересного? Что есть? Микроволновка, холодильник, да? Туалет в каждом мое. Там и душ. Ага. Ага, туалет, душ есть. Ух ты! Это кто за зверёчек такой? А ну иди сюда будем знакомиться. Лесной кот. Иди сюда. Иди сюда. Хорошенький какой-то. Привет. Что будете делать? Чем заниматься? Мясо жарить? Естественно. Мясо. Это хорошо. Утром пойдёте оленей искать? Они, наверное, сами сюда придут. Они сюда придут. Потому что здесь все обещают, что здесь и кабаны. Там по фотографиям бегают и кабаны, и лисы на ночь приходят. Сильно не отдыхайте до поздна, чтобы пораньше встать. А завтра пораньше пойдём на Роман Кош. А, хорошая программа. Молодцы. А вот смотрите, как раз эти три вершины. Роман Кош. Как-то там и как-то ещё там называется. Перемотайте видео на две минуты назад. Все названия прочитал. Здесь лавочки внизу. Такая полянка. Сердечко. Сфоткаться с видом на горы. Ну и, собственно, где находятся эти домики. Уже подумываем сюда приехать на день рождения или какой-нибудь праздник. Вот они все здесь внизу, в этом ущелье располагаются. Сколько их, я вам точно не скажу. Это что, там дождь идёт? Простите. Дождь, да. Реки с толбом каким. Судя по тому, сколько здесь какулик валяется, тут очень много косуль приходит, оленей всяких. Потому что, ну, прям невозможно наступить. Потом пока поднялись по склону, всё в какашечках. Всё заминировано. Всё заминировано. Это да. Не, да, здесь очень много просто косуль, кабанов. Территория закрытая, вход платный, как бы стоит, ну, будем говорить, немалых денег, да. Ну и развивается природа, размножается. Да, конечно, здесь вы не увидите евроремонт, какие-то современные апартаменты, лесные домики со всеми удобствами и мангал. Сейчас покажу, кстати, вон там уже пыхтят во всю. Интернет здесь ловит на полную, я вам хочу сказать. Связь хорошая. Так что можно даже попробовать стрим запустить. А вон качелька есть, не хочешь покататься? Да я видела их тут вон, возле первого домика тоже есть. Поедем сейчас на двенадцатую дачу. Посмотрим. Ну и будем уже возвращаться назад. На обратном пути на Красный Камень-Кардон заедем. Итак, подъехали к забору. Здесь парковка. И госдача Дубрава. Госдача номер двенадцать. Здесь, где отдыхал Хрущев и Брежнев потом. Сейчас здесь музей. Они любили поохотиться сюда приехать. В общем, я такое не поддерживаю. Я вообще против охоты. Мы вообще против охоты. Зачем охотиться? Я не понимаю. Это просто приехал, убил живность, получил удовольствие от этого. Ну ладно. Сейчас он в магазине. Все, что хочешь. Полки ломятся. Идите в магазин, купите себе мясо. Если раньше охотились ради выживания, чтобы поесть сейчас. Блин, я вообще не понимаю этого. Те, кто хочет поохотиться. Ой, кабан смотри. Пожалуйста, добровольцам. Ух ты. Я думаю, что такое все перерытое. Это они тут, посмотри, хорошо порылись как. Ну конечно мы кабана встретили. Хрюшка. А может он тут ручной? Вот они, копатели. В лесу идешь иногда и такое все перерытое. Все склоны. Все полянки. А посмотри здесь вокруг, все перерыто. Да. Конечно такую тушу надо прокормить. Миниатюра Вячеслав и Хрюша. Кабанчик. Вот такой он дикий кабанчик. Что-то там ищет, ищет. Землю носом роет. Абсолютно не агрессивный. Чем и привлекает это место. Крупным планом. Интересно, что там вкусненького. Более подробно про госдачу Дубраво вы можете сейчас поставить на паузу и прочитать, почему она здесь появилась. Благословение от кабана получили. Заходим в музей. Одеваем бахилы. Юля, где ты? Я тут. А что ты мимо проходишь-то? Там вот комната есть. Ну что, у тебя микрофон? Ай! Давай вместе походим. Хрущев, Брежнев, Андропов и Черненко. Ну, при Хрущеве была построена, да, эта дача. При нем же было переведено заповедник в охотничье хозяйство, потому что он любил, охотиться любил. Это, кстати, трофейный. Мне вообще не нравится. Мне не нравится здесь. Плохая атмосфера. Мне вообще вот тут не нравится тоже муфлон, видишь, убитый. Как раз там на фотках, видимо, он. Брежнев очень любил эту дачу. Он приезжал в августе-сентябре по несколько раз. Чуть ли не каждую неделю. Прикинь, охотничье кресло. Интересно, его с собой носили. Высокопоставленную попоньку присадить. Что тут еще интересного? Это кухня, да? Да, закрыт проход. Да, заклинуть-то можно. Там дальше бильярдная есть. Ой, рысь. Это не рысь, по-моему. Это кто-то другой. Это здесь такой водился, что ли? А? Он здесь такой водился. Нет, он здесь не водился. Это ему в подарок привезли, по-моему. Это снежный барс, нет? Возможно, да, барс. Обеденный зал, да? Пианино. Пианино старое. Кстати, меньше, чем у нас. Нет. Да, монитор. Да, монитор. Мофон. Мофон? Мофончик. Мофончик. А мне кажется, вот такой набор посуды в плане хрусталя, мне кажется, у каждой второй семьи была советской. И до сих пор хранят серванти многие. Прям такие же стаканы у нас были. Прям один в один. И фужеры средние. На втором этаже находятся гостевые комнаты. Ух, какой кабанище, смотри. Тоже трофейный. Это прям огромный был. Пойдем, Юль. Чайная комната глав государств. Здесь тоже вон чучело фазана. Жар-птица. Павлина. Павлин. Гостевая комната. Даже можно пройти сюда. В душ. Тут можно жить. Достаточно скромно, я бы сказала, да? Ну никаких особо излишек таких. Я думаю, что по меркам советского времени это было не скромно далеко там тоже что-то открыто а еще одна комната в общем там есть солярий где солярий вот это называется солярий можно выставить шезлонги например того времени кресла какие-нибудь и отдыхать получает солнечные ванны дверчик и заклиниваны на заблокировали что никто не упал не дай бог очень много фотографий уже история история нужно что помнить и хранить это но собственно после удачной охоты как квасили первые лица государства ну уж оленя жалко же шну как-то ну ты посмотри уже благородный олень на его выбах на видимо этот до типа слава богу сейчас охотиться здесь нельзя охраняют сотрудники фсо так что хоть в этом сейчас порядок здесь животина размножается никто ее не мучает да как это раньше было убил поднял голову животное ранено он там фоткается вот такой вот я герой да мне кажется сейчас есть тоже такое ужас на законодательном уровне просто запретить вообще любую охоту ради удовольствия единственное конечно мой вам совет берите сюда тормозки это еда да потому что здесь нигде не купить не пирожки ничего ну и кто хочет посмотреть наш прошлогодний выпуск золотой осени тоже классность засняли на форелого форелевом хозяйстве были я оставлю ссылку в описании это ссылка на ролик в закрытом клубе донов вконтакте как мы обещали эксклюзивно вот снимали и будем продолжать снимать эксклюзивно для дона вконтакте ролики чашечка кофе и приятного просмотра много информации два с половиной часа какая разница шикарный вид вы только посмотрите рассосались эти тучи восходящие все ушли и теперь какой вид побережье штормит сразу видно муть поднялась небольшая сейчас очень красиво здесь немножко гуляет ветерочек но не такой сильный кстати говоря мы не доехали до последней точки маршрута за 2000 мы не были на монастырь значит кордон имени седуна выставочный комплект царский домик это последняя точка в маршруте вот ставим новый объект до нас еще раз оставим но вы если что пожалуйста какая красота немного вам красивых видов здесь конечно открывается вообще и итак, мы на кордоне красного красный камень, здесь на территории находится музей партизанской славы, мы там были, экскурсию записали даже небольшую, кто хочет посмотреть, сейчас будут подсказки сверху ролик этот наш, я оставлю по ссылке в описании, ну вот и местные тоже отдыхают здесь, говорят, тоже увидели 40 оленей на кордоне, а мы не увидели. КОНЕЦ Ну и здесь такая полянка с лавочками, можно провожать закат, особенно с зимой, он очень красивый, сейчас все в дымке, хребты отчетливо видно, да, знаю только что посередине хребет иограф, вот этот я не знаю как называется, ближний, там где ущелье трех гор, как этот хребет называется? Блин, ну мне прямо аж вот крутится на языке, не могу вспомнить, блин. Дальше Магобия и Петри, все уже надышались. Видно. Вот такое у нас получилось сегодня путешествие, мы закончили. Мне кажется, очень классно было, по крайней мере было и солнце и вот эти вот все облака, которые летят, просто невероятно. Картинка меняется каждую минуту, потому что я говорю, бегом Вячеслав, надо бутылу снять. Он пока дошел, уже все изменилось, ну вот как есть, да. Можно приехать и застать вот такую погоду, а может приехать будет солнце, а может приехать будет ветер жуткий, сносящий с ног. С вами были Крым Газами Местные, Юлия Ислава из Национального парка Крымский. Всем пока, до новых встреч. Вячеслав, ты кушать хотел? Ты тут МНДМС рассыпал, шоколадный. Будешь? Хотим. Ах, я думала, ты в руку взял реально какаху. Какой кошмар. Ах. Ах. Ну ага.